Всем доброе утро. Мы тут с Артемием. Ой, у Алишера сегодня выходной, но он сейчас поехал там по делам, короче, скоро вернется. И мы поедем гулять. Что у тебя за прическа такая странная, Артемий? А теперь ты еще страннее стал. Надо ему как-нибудь ирокез уложить. Или расчесать хотя бы ребенка. В общем, что бы ты хотела Артемии сказать подписчикам? Ничего. Расскажи, чем ты занимаешься? Ничем. Ничем. А с утра чем занимался? Чистим. Что чистила? Ничего. Ничего? За что тебя мама утром ругала? Ни за чего. Как? Я же ругалась. Он, знаете, что сделал? Порвал зарядку от пылесоса, представляете? Дергал ее вчера, дергал. Я ему говорила, не надо, не надо. А сегодня ставлю пылесос на зарядку. Он не заряжается. А там провод порван. Хорошо бы мне запасная была. Повезло кому-то. А то бы пришлось мне купить веник этому ребенку и стал бы он целыми днями подметать, да? Нет. Да. Мы загрузили все машину, а сейчас поедем гулять. Вот Эльшер приехал. И Артемий едет в своем новом кресле. Тебе удобно? Да. Да. Потом приедем, покажем его поближе. Так ему намного лучше, чем в том, потому что это уже по его размеру. Это узкое было. А это уже лет до 12, так точно ему. Мы приехали на залив. Тут такая красота, тишина, небольшой туман. Сегодня туманный день очень. И вон уже Артемий с Эльшером. Я их отправила, чтобы они мне не мешали. Я хочу кресло показать нормально. Я его установила уже. Вот Артежка сегодня в нем ехал. Короче, это кресло у нас от фирмы Corella. И это модель Asteroid. Оно с нуля до, ну где-то лет 12, я не знаю. В общем, по весу, естественно, определяется до 36 килограмм. И это прям круто, потому что можно купить одно кресло и не менять. Вот как мы делали, у нас была автолюлька. Потом вот это второе кресло мы купили. Теперь вот это. Ну, если б я раньше знала, что можно так, я бы взяла такое. Оно может крепиться креплениями изофикс, но у нас их нет, к сожалению. Поэтому мы крепим ремнем безопасности. И вот я сейчас установила так, чтобы Артемию было удобно сидеть. Здесь есть три варианта угла наклона спинки. Сейчас покажу. Максимально вертикально. Вот так вот. Можно среднее положение, как я сделала для Артеши. И можно сделать максимально горизонтально. То есть, когда у вас новорожденный, вы разворачиваете кресло. Закрепляете его либо ремнями безопасности, вот так натягивая по креслу. Вот сзади здесь есть прорези. Либо креплением изофикс, что удобнее. У вас здесь вкладка для новорожденного и он лежит. Вкладку я показывала, когда у нас только пришло кресло. Она очень классная и она компенсирует вот этот прогиб у нас. Для старого кресла, для автолюльки я покупала просто поролоновую такую штучку. А здесь прямо с поддержкой головы. Но если не забуду, покажу, когда мы домой вернемся. И соответственно, у вас как минимум до полугода ребенок катается спиной вперед. Вообще, чем дольше, тем лучше. У нас, по-моему, Артемий до года ездил вот так спиной вперед. Потому что, если вдруг происходит авария, идет удар, да, и все автоматом как бы летит вперед, то ваш ребенок, он просто лежит. Если же вы его развернете лицом вперед, у него шея слабая, да, можно получить вывих или перелом шеи. Поэтому максимально долго, пока ребенок влезает, мы возим его спиной вперед. Потом ребенок подрастает. Мы разворачиваем кресло. И мы стараемся как можно дольше возить ребенка в положение, когда спинка откинута. Потому что, опять же, в случае аварии, это компенсирует нагрузку на шею. По мере взросления ребенка, мы приводим кресло в максимально вертикальное положение. Если у вас ребенок постарше, то вы уже можете пристегивать его не трехточечными ремнями безопасности, а прямо ремнем безопасности от машины. Поднимаем подголовник по росту ребенка. Она, допустим, вот максимальная высота. И проводим ремень вот так вот. Если позволяет рост ребенка, то можно пристегиваться уже автомобильным ремнем. Но все равно всегда лучше пристегиваться трехточечным. Поэтому пока Артемию будет позволять рост, он будет пристегнут вот этими ремнями. Вот такое вот кресло. Оно представлено в разных расцветках. Мы выбрали черный. Я вам ссылку на сайт оставлю, чтобы вы могли посмотреть. И, если честно, это получается очень экономично. При учете того, что это одно кресло как минимум на 12 лет. А не как мы там меняли каждые пару лет. У нас получилось экономически невыгодно. Здесь вы берете, один раз покупаете и все. И пользуетесь долго-долго. Так, я иду искать своих мальчишек. Они куда-то потерялись. А, вон они на берегу. Я хочу пофотографироваться. Очень классно сегодня. Вон они идут. Видите эту точечку? Подпишите. Пока. 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 На вот это. Понял. Да. Чтобы попасть в машину после пляжа, нужно пройти процедуру очистки. Мы вернулись домой, Алишер все уговаривал Артемия поспать днем, и в итоге ребенок в какой-то веке заснул в машине по пути домой. Мы очень бережно переносили его из машины в дом и даже почти донесли до кровати. Тут мы, например, собрались положить Артешу в кровать, он открыл глаза. Поэтому мы сейчас будем распаковывать посылку, которую я получила на Азоне, на обратном пути, потому что мне пришла смс, что посылка в пункте выдачи, вы можете ее получить. И это пришли Артеши на подставке, точнее подставка для его всяких раскрасок и заданий, которые лежат в топке, и ему вечно не вытащат ничего, потому что оно все в кучу. Доставай! Такая вот штука. Вот. Можно ставить вот так, можно ставить вот так вот. Сейчас мы будем с тобой расставлять все туда, да? Отклеим. Наклейки. Называется просто подставка для бумаг. Их много разных на Азоне. Я еще искала светленькую в Икеа, не увидела то, что хотела, но вот это мне понравилось. Показываю. Вот так выглядит полка Артемия с его раскрасками и фломастерами до того, как мы поставили сюда подставку. Сейчас произойдет магия. И вот так намного удобнее. Теперь Артеша все сможет взять. Здесь остались всякие краски и фломастеры. Это его готовые поделки, магнитная доска с машинками, альбом для наклеек. Здесь цветная бумага, картон, альбом для рисования. И вот это здесь две папки с заданиями для Артеша, то, что я распечатывала. И то, что мы еще не сделали. Их тут достаточно много. Там очень много, потому что новогодних в стране с 50, наверное, будем в декабре делать. Специально придерживаю это время. И вот здесь еще. Сейчас будем делать, зяйка, все. И вот здесь у него куча всяких разных тетрадок. Вот у нас кумон. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Наука уже начали, логику тоже. Раскраски тут всякие. Буквы. И тут всякие многоразовые наклейки. В общем, такая развивашки здесь стоят. Но это то, что я с ребенком делаю. Вместе. Я достала Артешин альбом. Буду сейчас смотреть, что там надо заполнять за четвертый год жизни. Хотя тут раз, два, три написано. Мы посмотрим. Может, еще что-нибудь надо. А так я люблю его пересматривать. Когда ребенок был совсем-совсем маленький. Он был такой хорошенький. Артемий, смотри, какая у тебя маленькая рука была. Ну-ка, сделай так. Обними мой пальчик. Нет, возьмись за мой пальчик. Нет. Вот так. Возьми мой пальчик. Вот так руку переверни. И возьмись на мой пальчик. Подрос. Весьма. Отпускай. А то я без пальца останусь. А это графики, как Артемий набирал рост и вес. Первый год жизни. Родился он 3,40 кг. Артеш, не мне страничку. В месяц был 3,900 кг. В год 8 кг. Вот так вот у него шел набор веса. И рост. Родился он 50 см. И года был 72 см. А это я, когда приехала домой из роддома. Меня такие вот шарики дома встречали. Комната была украшена. Такие классные фотки тут в альбоме. Видите, какой мужчина на даче. Это мы в Латвию ездили. О, Господи, к моей тете. И наряжались в средневековые костюмы. Такая классная поездка была. Я бы с удовольствием повторила. Реально одна из самых запоминающихся. Я обнаружила, что альбом действительно на 3-х годах заканчивается. Но я почему-то не вклеила фотки с 3-х летия Артемия. Хотя тут другие заполнены. И не написала ничего про прошлый его день рождения. И рост, вес тоже не указала. Буду фотографии распечатывать. И надо сделать фотографии с дня рождения. Я сейчас понимаю, что я не помню, как мы праздновали его 3 года. Ты помнишь? А, мы ходили с тобой в батутный центр. А потом ездили в гости к бабушке с дедушкой. Вот что мы делали. Их кончился. Надо будет фотки вставить. Да, кончился. И еще один альбом нашли. Это там, где Артемия ждала. Четыре недели первая гордая фотка. Держусь, как будто там большой живот. И потом следующая фотка уже 9 недель. Тут вообще ничего не видно. Да уже хотелось сфоткаться. Ну нет, там не видно, чтобы живот был. Видно вон стало в 15. Да, в 12 недель было. А потом такой контраст. 19-18 недель сразу. Узика такое. Вот видишь? Ты был в животике, поэтому он был такой круглый. Смотрю его. Да. 21 недель. 22. Тут мне уже ходить тяжело было в 25 недель. Помню, ходила в этом... В бандаже. Вот. И это было тяжко, потому что у меня каменел живот с 20 недель. Генни Праул не помогал. Ничего, так он до самых родов и каменел по несколько раз в день. У меня не было романтической фотосессии с мужем. У меня была романтическая фотосессия с Мариной. Да, давай перелистывай Рексу. Смотри, какая Рекса. И мама, видишь, уже не помещается ни во что, только в балахоны всякие. На 40-й неделе я только в этом ходила уже. И тадам! Ты родился. Фотка как на стенке. Такая же. Это кто? Это дедушка родился. Нет, это дедушка Вова. О, ты что, перепутала? Нет, это дедушка Вадим. Показывает папе теперь свой альбом и рассказывает. Это я, мальвисенький, это бабушка, это дедушка. Это трактор мимо ехал. Вот Фотка. Кудечка, какой ты красивый! Как он там оказался? Напечатали моего. При поддержке ваш разговор может быть записан. После разговора оставайтесь на линии и оцените качество работы специалиста. Оператра Елена, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня интернет не работает чего-то. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Чайный пыль. Пошло вдохновение, я каждый день минимум 3-4 часа занимаюсь, только немецким, не считая остальных задач. Мне еще надо видео загрузить, но я не могу этого сделать, потому что интернета до сих пор нет. И, что еще хотела сказать, я прочитала ваши комментарии, вы меня засмущали, спасибо большое, потому что я ожидала, что большинство из вас напишет, по тебе заняться нечем, зачем ты там разговариваешь с ним, а вы меня захвалили, мне стало очень приятно, я поняла, что я действительно правильно поступила, спасибо вам. И я себя называю тетей в том плане, что когда тебе 14-15 лет, то 30-летние это тети и дяди для тебя, ну реально, это какие-то взрослые скучные люди, которые там что-то с детьми возятся, на работу ходят, и они не тусуются там, не модные, не в тренде, ничего не знают, ну, вспомните себя в школе, реально, взрослые люди, это уже какие-то тети и дяди, 30 лет это уже пенсия, потом вырастаешь, думаешь, блин, 30 лет, это только жизнь началась, а Артемий, как слышите, купается, потому что Алишер улегся спать, он никак не может отоспаться после своих месяцев работы, вот, поэтому он отдыхает, я работаю, ребенку скучно, я говорю, хочешь, иди скупайся, потому что они вечером пойдут с Алишером гадать, вот, и, короче, покупаться он у нас, и Артемий такой, да, и он там с бомбочками своими купается, кстати, буду завтра или послезавтра снимать рецепт бомбочек и в инсту, и вам, потому что меня просто завалили просьбами выложить рецепт, я, наверное, сообщений 200 таких получила, я такая, так, понятно, ладно, в следующий раз я снимаю, но у меня все формы были заняты, потому что я прям так не храню, поэтому я не снимала. А, еще, прикиньте, я все хотела встретиться, у нас тут на лестнице живет риэлтор, выше этажом мы с ней дружим, общаемся, благодаря моему блогерству познакомились, и как вот завязалось общение, и я все хотела с ней встретиться, поговорить на тему того, какие у нас перспективы в плане ипотеки, потому что я морально готова к ипотеке, но я ИП, и это представляет большие проблемы для того, чтобы взять ипотеку, то есть мы просто не можем взять ипотеку с маленьким первоначальным взносом или без него, вот, а, поэтому взноса считай, что нет, какие-то копейки, поэтому я хотела с ней поговорить, узнать, на что стоит рассчитывать, вообще, какие варианты есть, какие районы рассматривать, что дешевле, что, ну, что и как, и что-то я все тянула, тянула, и потом я ей написала уже, когда хочу встретиться, давайте там пообщаемся, она такая, ой, я что-то себя не очень хорошо чувствую, давайте с ним через несколько дней, я говорю, хорошо, в итоге вот она на неделю пропала, вообще даже из инстаграма я уже хотела писать, спрашиваю, что, как дела, потому что, ну, она такая активная, обычно живая, в общем, ребята, ковид у человека оказался, положительный мазок, вот, сидят на самоизоляции, я думаю, как вот, как-то Бог меня отвел, ну, вот, ну, получается, я все с ней хотела встретиться, когда у нее был инкубационный период, и у меня чего-то было не до этого, и я вот написала ей только, когда она уже заболела, теперь я такая, фух, ну, как бы, вот, да, я теперь даже не знаю, это в маске надо на лестнице ходить, или можно не делать этого, потому что я, честно скажу, в подъезде я ходу без маски, потому что лифта у нас нету, вот, ну, как-то я линиюсь, но руки моем, антисептик всегда с собой, и там, ну, в магазинах, вы видели, я всегда в маске, это вообще без исключения, я не иду в магазин, если у меня нет масла, вот, ну, как-то это, знаете, немножко тревожненько, если честно, и чувствую, мы с ней теперь свяжемся, видимо, просто по телефону или, там, по ватсапу, потому что еще долго я не рискну общаться лично, ничего личного, просто, просто, нет, спасибо, не хочется рисковать. Но я посмеялась и подумала, что теперь, если мы займемся какими-то квартирными вопросами, да, там, в следующем году, то я уже могу быть уверена, риэлтор у меня будет с антителами. Алишер с Артемием ушли на прогулку, и у меня есть часик в тишине, сейчас я буду записывать видео по немецкому языку, и отдохну, наконец-то, от этого бесконечного щенячьего патруля, который мы слушаем целыми днями, я его просто уже ненавижу, Артемий не соглашается другое слушать, ему подавай вот этот мультик, я жду, когда его тоже начнет тошнить от этого мульта, но пока не происходит этого. Я вам хочу показать, о чем я мечтаю, у меня редко бывают какие-то такие, знаете, хотелки, не очень практичные, и, в общем, я знаю, что я хочу на Новый год от Алишера. Я хочу вот этот тональник, мне попался какой-то пробник с этим тональником, уж не помню, откуда он у меня был, и он мне так понравился, и я даже куда-то записала название тональника и тон, который у меня был, потому что он мне идеально подошел, и я потеряла эту запись, и теперь я сижу и мучаюсь, я, в общем, тут смотрела, где он продается, потому что всегда выскакивает Сифора, но в Сифоре, блин, он 860, это еще и по карте клиента у меня ее нету, а это вот, я не знаю, что-то какое-то, это не оно, наверное, и вот где-то он есть за 2000, за 30 миллилитров, я думаю, на Новый год попросить, потому что это такое, ну, в общем, я не покупаю обычно тональники дороже там 500-600 рублей, и причем я всегда беру большой объем, интересно, какой объем мой тональник, ну, пользуюсь масс-маркетом, но тот, он так круто ложился, я несколько раз им пользовалась, и потом, когда я свой снова нанесла, я поняла, какой у меня отстойный тональник, и теперь я хочу тот, но мне надо найти, что за тон у меня, я все думала, нет, я не буду такое покупать, это дорого, это нерационально, я поняла, что я хочу, у меня хотелка, так, а нет, тот же 30 миллилитров, у меня вот этот вот, от Maybelline, Finitone, я им, я им пользуюсь, наверное, уже года три, ну, в смысле, не этой, не этим тюбиком, а вообще, в принципе, этим тональником, но он дурацкий, по сравнению с тем, тот прям круто берет, убирает, круги выравнивает кожу, и она такая матовая становится, а этот, как-то даже подчеркивает возраст, ну, сейчас уже морщинки под глазами такие стали явные, и вот он как-то забивается в них, а тот не забивался, короче, мне надо найти, куда я записала, какой у меня тон, и потом запросить такой подарок, новгожданный. Мне сейчас звонила мама, ей, наконец-то, установили кухню, она же новую кухню заказала, где-то всего в 45 тысяч ей кухня обошлась новая, завтра поедем в гости, я вам сделаю обзоры, я посмотрю на эту кухню, думаю, ааа, я хочу, она реально очень крутая у нее получилась, красивенькая, так что завтра все посмотрим, пощупаем вместе с вами. Это кот, который все время ходит и орет, и орет, и орет, и орет, и орет. Сегодня влог заканчивает Кузьма, который крайне недоволен тем, что уже вечер наступил, а жратва в миску так еще и не поспалила. Бедный кот, хозяева морят голодом, видите, как страдает животное. Ладно, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok